Да, ну в общем, продолжаю Мы находимся на той же площадке автозавода Город Ижевск Перед нами также Дима Бочкарев Дизайнер Дизайнер Мототранспортных средств Автомото, да? Вообще просто средств транспорта Просто средств транспорта Вот Ну в принципе, как бы Дима, логично, да? Что у нас есть автозавод Там, не знаю, мото-производство Как бы это все логично, да? Что ты пошел там С перспективой какой-то устроиться на завод Или вообще, что тебя дернуло-то на транспорт? Ну, во-первых, я Специальности Специальности у дизайнера Ну, блин Все, после рыбачьего дня В общем, своей специальности По дизайну я определился еще В пятом классе Школы Когда я поступил в школу искусств Я еще помню Сказал Учительнице, преподавателю Всему классу Что я стану дизайнером И стану Действительно профессиональным дизайнером Классным На мной посмеялись И препод посмеялся И, в общем, весь класс В итоге В принципе, в этот же период времени Я как-то определился, наверное, что С автомобилями охота Иметь дело А потом увидел У тебя скетчи на Серванте Или что там На шкафу Где они у тебя висели Ну, я уж не помню Наверное, на серванте В ВУДГУ Куда я хотел Вот и поступил, собственно говоря Так Теперь вот скажи Ладно Поступил Отучился Как ты учился Нормально все Работы твои, в принципе Попозже Выложим Люди посмотрят Там же учился В ВУДГУ 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 В принципе Кто с автопромом Знаком Они его знают По работам Тоже знают На кардизайне знают Хорошо его Толковый мужичок В общем-то Тоже Оттуда же Выходец А где он сейчас Кстати Ну Последний раз Когда я его видел Он был В компании Айдизайн Ну и то Он там Такой Как я понял Фрилансер Не постоянный Да Больше Фрилансером Он там занимается Ладно Это Это он Такой Там совсем Сильно Он нужен Он приходит Либо когда ему Сильно что-то Нужно Приходит Ну Как-то так Что-ли Нормально То есть Айдизайн В принципе У нас Разработка Концепция И прочее Прочее Да Вот контора Ну Это От эскиза До Воплощения До Матанализа До Воплощения В макете Вплоть до Материала Стеклопластика Да Да Довольно Сильная Контора Извини меня Это все-таки Дизайн Центр И все Кто там Находится Это все И наши Дизайнеры Сиджевского Автозавода Ну плюс Молодежь Которая Выпустилась В 2010 Году Чуть раньше Тоже хорошо Позже Что тебе это дало А дизайн Нет Вообще Вообще Дизайн Да Ну дизайн Дизайн Обертки Конфет Шоколадки Машина Ну Че это такое Мышление Мышление Как-то Поменялось Что ли На многие вещи Начинаешь смотреть Не просто так Что Во Вау Это классно А Начинаешь задумываться Почему это классно А как это сделано Какая там идея Заложена Не всегда Конечно Получается Вот так все С первого раза Понять Ну Ну и Ко многим вещам Что ли По другому Начин Относиться А тогда Наоборот Не бывает Такого Смотришь На вещь Говоришь Фу Говно Вот Говно Мне не нравится И это вокруг Везде Бывает Рекламы Билборды Машины Транспорт К сожалению Мне По Своей специальности Приходилось Заниматься Таким Говном Буду честен Честно говоря Приходится Делать Говно Не охота Но приходится Приходится Потому что Ты работаешь На кого-то Или Потому что Я работаю На кого-то И требования Этого Кого-то Дешево Сердито В короткие Сроки И минимум Творчество Просто Вот тебе Информация Вот запихни Ее И вся То есть Не Какого Творчества Никакого Вкладывания Ума Что-ли Идеи Там Ну нет Чего Такого Грустно Сейчас мы тебя В полный рост Снимем Как ты Парень Действительно Большой Сколько у тебя Рост? Метр Метр Девяносто Семь Метр Девяносто Семь Метр Девяносто Мог бы стать Баскетболистом Мог бы Быть Спортсменом Так Слушай А вот вопрос Тогда такой Вот какая-то Не знаю Философия Что-ли В дизайне Есть Относительно Работы С клиентами Просто Видишь К дизайнеру Приходят Обычно Люди Которые Ну Сами не знаю Что они хотят Смотря какой клиент Смотря какой клиент Философия Нет Она Дело в том Что Вот Какая-то философия Конечно есть Какие-то рамки Свои есть Но Все-таки Приходится Талкиваться От От заказчика То есть Ты вот так В принципе Заказчику Ты не можешь Сказать Нет Нет Я говорю Заказчикам Так-то Так-то Но если я вижу Действительно Что Там Делать нечего То Никакой философии Нет А если Вариант Какой-то присутствует Что Там Можно Протолкнуть Что-то Конечно Говорю Ребята Давайте Вот я делаю Так-то Так-то А вы Не лезьте Я сделаю Несколько Вариантов Мы потом Посмотрим Обсудим Вот А вы Своими Хотелками Пока Не лезьте Справедливо Вот Они дают Исходную информацию Я Делаю Несколько Вариантов И там Обсуждаем Но Как показа практика Они все-таки Свои хотелки Туда Пропихивают Ну Без этого Никак Иначе Они могут Просто Не принять Заказ И Красота Портится Красота То есть По сути Дизайн Это сейчас Публичный дом Приходят Платят Дизайнеры Делают По-быстренькому И еще От От Места Проживания Зависит Кстати Многое Так Места проживания Ты имеешь ввиду Ежевск Москва Питер Да То есть Владивосток Менталитет Уже Городская Допустим В той же Москве В Петербурге В том же Катинбурге Или там В Казани К дизайнерам Относятся По-другому И по-другому Оценивают Их работу Ладно Я думаю Ты с этим Согласишься Я согласен Я просто уже Далеко от Дизайна Ты Сейчас Вообще Чем мечтаешь Заняться У меня тут Был простой Проложительный К сожалению Вот Сейчас Я тихонечко Обратно Возвращаюсь В струю Автодизайна Так Ну И Художество Вот Кстати По теме Художества Я сейчас Сейчас Делаю Больше Чем По теме Дизайна Как-то Никто Меня в этом Плане Никак Не контролирует И Собственно Говорят Художество Это Что хочу То и Скетчики Чтоб Как-то Портретики И Том Подобно В принципе На этом Пока Ставка И Вот Тихонечко Тихонечко Какие-то Планы Есть По возврату Автодизайн Это Как Уйти в Какую-то Контору Увеличатся Слишком педантично там всего Ну, не без этого Либо Второй вариант Пининфорина Там очень тонкий Просто охранительный дизайн Мне очень нравится, как они там это делают Минималистично очень И не докопаться Ты не хочешь туда просто взять, уехать? Послать работы? Хочу Я недавно, кстати, мониторил Искал различные контакты В тот же самый фольксваган Пока я не нашел Мне кажется, это реально Ну, по крайней мере, вот так В общественном доступе информации Это как-то я не нашел Но я знаю, через кого это можно Найти Есть такой товарищ Сиепанов, что ли он Фамилия Или не Сиепанов Уже забыл Он тоже на кардизайне, кстати И работает в фольксвагане Давно уже А если позвонить туда? Просто сказать Я хочу, как студент, там Напробуй, там Пол мыть, пол Я вот, честно, готов был Вот хоть пол мыть Я тоже готов там И пол мыть И подкидывать скетч куда-то Но... Скетч Мысли были Но, кстати, как Знающие люди, которые там работали Говорят У них очень строгое разделение труда То есть... Во-первых Если ты рисуешь скетч Значит, ты рисуешь скетч Макеты делают там Макетчики Тебе Вряд ли дадут этим заниматься Потому что был прецедент Я не помню, кто Парень попал в дизайн-студию И решил остаться Дальше поскетчить И пошел поработать С Макетом Это все увидели Подошли к нему Сказали В следующий раз Штраф Иди домой Ну, с одной стороны Это все понятно То есть мы-то, получается, больше Универсалы Мы универсалы, да Нет, они-то, допустим Если ты свою какую-то идею разрабатываешь Ты делаешь свой макет Соответственно А именно к большому макету Ты не прикоснешься, скорее всего Только при обсуждении Каких-то элементов дизайна Либо при наклейке скотча Чтобы посмотреть, как линия идет И все, наверное Ясно Ладно Я там не работал Больше не знаю В принципе С Volkswagen'ами закончим Да Вот И философия жизненная Трудись и не ленись И все у тебя будет Ну, тоже хорошо Очень прямолинейно Но я считаю, что правильно Главное задаться целью И она Ну, и она реализуется На себе знаю Патриотизм-то еще остался здесь в городе работать Что-то делать Патриотизм остался, да Остался Или в России И даже вот насчет отъезда, допустим, за рубеж Туда ехать исключительно, как говорится, для опыта Ну, не знаю, точно не оставаться там жить Не хочется тут зажечь, что-нибудь сделать Хочется 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 Честно, хочется Может, как бы дать немножко просраться по-другим Вот Ну, вот так вот Вот, наверное, если все пойдет по плану И сделаем так, чтобы обосрались Школы не хватает тут Той самой У нас сам наш 90-й все призагубили Понял Не хватает Даже классные дизайнеры, которые вот тут работали Они Савельева, помнишь? Ну, он сказал Я, говорит, больше не хочу заниматься дизайнером Печалька Буду обучать Печалька Надо будет, кстати, с ним тоже интервьюшку заснять будет Вот У нас, к сожалению, в преподавателях Мы, по крайней мере, в Ижевске Вообще нету действующих дизайнеров Или бы единицы Ну, я думаю, мы знаем, о ком мы говорим Тут и есть теоретики, которые на кафедре работают Человек, который преподает дизайн Любой дизайн, он сам должен этим дизайном заниматься А книжки читать, ну, любой может читать